Вы постоянно ориентируетесь на то, что скажут другие люди. По сути, вы живете не своей жизнью. Вы делаете все для того, чтобы вас похвалили или поругали. Даже если вам приходится делать то, чего вы делать никаким образом не хотите. Вас это угнетает. Вы понимаете, что так нельзя. Что поступает таким образом. Вы будете потом сильно об этом жалеть. Но все равно продолжаете поступать так снова и снова. Почему так происходит? Что с вами творится? Как выйти из этой ситуации? Как начать жить для себя и только для себя? Вы скажете, что я учу вас эгоизму? Да. Единственный человек, который вы можете сделать счастливым, это вы. Ни родители, ни детей, ни супругам. Мы счастье дать не можем. Если вы со мной не согласны, пишите. С удовольствием узнаю рецепт. Я тоже сын, муж, отец. Единственная эмоция здорового человека – это счастье. Все остальные эмоции – это признак болезни. Не верите? А прислушайтесь к своему телу в то время, когда вы испытываете негативные эмоции. Внимательно прислушиваясь? Чувствуете, как ваше сердце забилось чаще? Как появились небольшие напряжения в мышцах рук, плеч, груди? Или появился дискомфорт в области желудка, слабость в ногах? Вы считаете, что все эти ощущения в теле говорят о вашем богатырском здоровье? Эти ощущения, гадания усиливаясь, станут симптомами вашей болезни, которые в конце концов вас и убьют. Может быть, вам трудно сейчас эти ощущения прочувствовать, но это только потому, что вы привыкли к ним. Они сопровождают вас постоянно. И вы считаете, что это нормальное состояние вашего организма, что другие люди чувствуют то же самое. Это не так. Не чувствуют. Здоровый человек не ощущает своего тела. Как мы не ощущаем чистый воздух, чистую воду, до тех пор, пока они не содержат никаких примесей, пока они не испорчены. А следовательно, они становятся загрязненными. Зачем я делал такое отступление? Чтобы вы сами могли почувствовать, понять, что каждый раз, поступая по угоду чужому мнению, а не по собственным желаниям, вы выращиваете в себе болезни. Поэтому возвращаемся к вышесказанному. Нужно жить для себя и только для себя. Как это сделать? Для начала разрешите мне объяснить вам, почему вы поступаете именно так, и почему вам это не нравится. Я уже четверть века занимаюсь разработкой математической модели нервной системы. И на этом канале я делюсь с вами практической пользой этой модели. Каким образом знание законов работы нервной системы поможет вам стать энергичным, уверенным в себе, счастливым человеком. В случае же, если вы будете поступать вопреки этим законам природы, то вы получите жизнь с точностью до наоборот. По нашим нервам не протекают сила или слабость, уверенность или страх. По ним течет только электрический ток, который мы называем нервными импесами. От того, как и куда он течет, и зависит наше здоровье, наше поведение, наша жизнь. Чтобы ток куда-то проходил, он должен быть создан. Природными электрогенераторами в нашем организме являются рецепторы. Именно они превращают все виды окружающей их энергии в их речи сигнал. Используют же они энергию из разных источников. Внешние рецепторы превращают в нервные сигналы энергию Земли, Солнца, воды, воздуха. Внутренне же реагируют на изменение состояния нашего организма. Но сильные изменения физического и химического состояния в нашем теле мы воспринимаем как боль. В лучшем случае как дискомфорт. Именно об этом дискомфорте мы и говорили вначале. У здорового человека энергии внешних рецепторов больше, чем достаточно для жизни. После перенесенных травм, болезней, электрическое сопротивление нервных путей увеличивается. И энергии внешних рецепторов становится недостаточно. Организм вынужденно переключает энергию внутренних рецепторов. Энергию дискомфорта, энергию боли. Ну а что такого страшного в энергии боли? Энергия, она и есть энергия. Какая разница, как она получена? Внутренние рецепторы работают на изменениях организма. Но чтобы эти изменения произошли, должна быть приложена дополнительная энергия. В том числе и нервная, электрическая. А откуда ее взять? От внешних рецепторов. Таким образом образуется порочный круг. Дефицит энергии ведет к еще большему дефициту. Это механизм развития болезней и ухудшения состояния организма. Я рассказал вам, что вы чувствуете и как это развивается. Кому-то эта информация нужна, кому-то она по барабану. Единственный вопрос, который вас интересует, если вы смотрите это видео, а что делать, как исправить сложившуюся ситуацию. Самый простой выход – это перестать делать что-то, руководствуясь чужим мнением. Ну что, вам полегчало? Естественно, нет. Если бы вы могли так поступить, то это бы проблема перед вами не стояла. Наш мозг – это электроприбор. Он будет использовать те нервные комплексы, которые несут ему максимальное количество энергии. В вашем случае этот ваш опыт стереотипов поведения, подстраивания под чужое мнение приносит в головной мозг максимальное количество импульсов. И вашему мозгу безразлично, что эта энергия боли, что эта боли вас уничтожает. Ему важно здесь и сейчас. А о завтрашних проблемах он подумает завтра. Поэтому убеждать вас так не делать – идиотская затея. А как быть? Попробуйте делать так, чтобы максимально соблюдать свои интересы. Это тоже очень трудно. Если смотреть с точки зрения психологии, то вам необходимо создать ситуацию, когда вы перестанете испытывать сильный дископор, не обращая внимания на чужое мнение. Все способы, которые вам советуют, пытаются добиться именно этой цели. Но в абсолютном своем большинстве эти способы бесполезны. Если кому-то один из способов поможет, то этот человек будет при каждом удобном или неудобном случае давать вам такой же совет. Но у вас он не работает. Поэтому я предлагаю вам попробовать метод аппаратной психотерапии аудиографии. Этот физиотерапевтический метод изначально создавался для восстановления нормальной проводимости нервных путей, уменьшения электрического сопротивления. При уменьшении сопротивления в мозг начинает поступать больше энергии. И необходимость в боли, как источники энергии, исчезает. Вы перестаете испытывать дискомфорт. И начинаете поступать так, как нравится вам, а не окружающим. Почему я говорю попробовать? Дело в том, что после регистрации на сайте вы получаете 5 суток аппаратной психотерапии бесплатно. Чтобы вы могли составить свое мнение о методе, а не пользоваться чужим моим. Помогает он вам или нет? Если вы будете соблюдать инструкцию, то поможет. Если не будете, то вы вольны искать свой ключ решения ваших проблем. Более подробно о работе нервной системы вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Ссылки я оставлю. Проводите сеансы аппаратной психотерапии аудиокарстей. Избавляйтесь от влияния на вас чужого мнения. От дискомфорта, который это вам создает. Становитесь уверенным в себе, успешным, энергичным человеком. Будьте здоровы и счастливы. И будьте самодостаточны. Продолжение следует...